привет меня зовут светлана сегодня 17 июля 21 года и я хочу познакомить вас с планами на ближайшее будущее в которое входит старт новой большой и многоцветной работы планирую пополнить свою коллекцию очередной порции незабываемых ощущений чувств и эмоций именно этими качествами по моему мнению должен быть наполнен сюжет будущей картины до чтобы наслаждаться всем этим во время вышивки а затем получать дополнительный заряд счастья уже от готовой картины при каждом прикосновении к ней взглядом и схему для такой картины я нашла в творческой мастерской белый кролик сейчас я познакомлю вас постараюсь приблизить так может быть или это сильно надеюсь хорошо видно да в общем успешно приобрела ее как вы видите но перейдем непосредственно к сюжету это жанровая сцена итальянский художник евгению эдуарду зампиги картина называется любимая мелодия сейчас я немножко выровняю чтоб было удобно смотреть да девочки мальчики увидел ее на сайте я уже конечно же не смогла пройти мимо я просто зацепилась об этот луч эмоций исходящие от картинки в ней я увидела жизнь простых людей всю красоту их повседневной жизни яркую и веселую увидела с какой нежностью любовью и добротой смотрят друг на друга наши герои музыкант и рукодельница счастливые муж и жена счастливые потому что они всю жизнь вместе и не растеряли на жизненном пути истинные чувства обратите внимание вот сколько тепла и нежности исходит от главных персонажей какие улыбки на лицах лица простой озарены ими картина называется любимая мелодия я даже знаю чья любимая да это вон той рукодельницы девчонки которая чуть постарше на картине которая заинтересована и чуть поддавшись вперед слушает любимые звуки а музыкант как игриво наклонил голову с какой легкостью он перебирает пальцами по гармошке пальцы так и парят младшая девчонка в центре картины наверняка только что отплясала до изнеможения под льющиеся звуки музыки и под устав вбухнулась на стул с выдохом хух и вальяжно расположилась на нем отдыхая да в кругу дорогих и близких людей можно себе это позволить обратила внимание с каким озорством она посматривает на своего дедульку и учиться как взглядом можно передать то многое что иной раз не передайте словами наверняка девчонки знакомо чувство влюбленности поэтому и такое понимание мы улавливаем в ее взгляде да в этой картине мне нравится смело скажу абсолютно все и царящая атмосфера в целом этот теплый солнечный день мы видим распахнутое настежь окно в которое врываются солнечные лучи и разбитое заклеенная бумагой стекло и облущенный подоконник и облупившиеся стены но это все не почем нашим героям ведь они есть друг у друга прекрасный комод камин согревающий их в холодные сумерки стол с красивыми резными ножками который вторит резному стулу и это небрежно откинутая скатерть ее грациозно откинул наш герой перед тем как взгромоздиться повыше перед своими девчонками да чтобы повеселить их бабулька наверняка помнит эти звуки еще с молодости мне нравится также одежда разношенные ботинки музыканта в них он проплясал наверное не одну милю и эти сытые ухоженные ручные курочки для них стоит кстати на полу тарелочка кувшин свином потрясающие дарящие радость нашим героям а может быть и смелость по вечерам когда они вспоминают былые дни да в общем нравится мне и время изображенное на картине это эпоха и повторюсь атмосфера полное счастье любви и заботы но теперь хочется немножко вам рассказать и о художнике художник евгений эдуардес дампиги родился в октябре 1859 года в италии живописью увлекся в раннем детстве и в возрасте 13 лет поступил в академию дизайна в начале 1884 года евгению перебрался во флоренцию где начал писать жанровые картины о жизни простых итальянцев главными героями его картин стали хорошие знакомые и друзья а потом и просто прохожие на улицах художник старался показать красоту повседневной жизни неудивительно что очень скоро у творчества евгению появилось большое количество поклонников а в последующем и последователей умер художник в 1944 году в городе в городе маранелло а его картины сегодня можно увидеть в самых известных музеях мира ну теперь хотелось бы немного и о схеме дизайнеры творческой мастерской белый кролик разработали схему размером 576 на 420 стежков цветов задействовано 200 из которых 102 бленда уровень сложности 5 из 5 возможных схему я получила по электронной почте в виде архива был и файл pdf формат и также формат xsd для саги в общем все что надо вышивать планирую на аиде 18 каунта она кстати перед вами цвет слоновая кость нитки дмс по ключу ну и любимой иглой 28 номера так что вот так друзья мои познакомила вас меня очень тронула заинтересовала эта картина эмоции меня переполняют я смотрю на героев на их радость веселье мне очень хочется к ним присоединиться что я сделаю буквально на днях конечно если ничто не поменяли не помешает так что я надеюсь что следующее видео будет уже отчетным по вышитой работе да в общем будем с вами знакомиться я в первый раз буду вышивать по схеме артели белый кролик будем знакомиться вместе надеюсь что удалось дизайнер сейчас прочитаю Ольга Смирнова редактор Виктория Звягинцева надеюсь им удалось отразить то настроение которое царит на картине да друзья ну и как обычно в продолжении видео хочу познакомить вас с загадками некоторых известных картин свои секреты есть даже у тех шедевров живописи которые кажутся нам хорошо знакомыми практически в каждом значимом произведении искусства есть загадка двойное дно или тайная история которую хочется раскрыть старый рыбак в 1902 году венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари написал картину старый рыбак казалось бы ничего необычного в картине нет но Тивадар заложил в нее подтекст при жизни художника так и не раскрытый мало кому пришло в голову прикладывать зеркало к середине картины в каждом человеке может быть как бог продублировано правое плечо старика так и дьявол продублировано левое плечо старика двойники на тайной вечере Леонардо да Винчи когда Леонардо да Винчи писал Тайную вечерю он придавал особое значение двум фигурам Христа и Иуды он очень долго искал натурщиков для них наконец ему удалось найти модель для образа Христа среди юных певчих подобрать женатурщика для Иуды Леонардо не удавалось в течение трех лет но однажды он наткнулся на улице на пьяницу который валялся в сточной канаве это был молодой мужчина которого состарило беспробудное пьянство Леонардо пригласил его в трактир где сразу же начал писать с него Иуду когда пьяница пришел в себя он сказал художнику что однажды уже позировал ему это было несколько лет назад когда он пел в церковном хоре и Леонардо писал с него Христа Чужие Мишки Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу» Знаменитая картина принадлежит не только кисти Шишкина многие художники дружившие между собой частенько прибегали к помощи друга а Иван Иванович всю жизнь рисовавший пейзажи опасался что трогательные медведи не получится у него так как нужно поэтому Шишкин обратился к знакомому художнику анималисту Константину Савицкому Савицкий нарисовал едва ли не лучших мишек в истории российской живописи а Третьяков повелел смыть его фамилию с холста поскольку все в картине начиная от замысла и кончая исполнением все говорит о манере живописи и творческом методе свойственных именно Шишкину Беззубое совершенство Леонардо да Винчи портрет госпожи Лизы дель Джаконда общепризнанное мнение состоит в том что Монна Лиза совершенство и улыбка ее прекрасна своей загадочностью однако американский искусствовед и по совместительству стоматолог Джозеф Барковский считает что судя по выражению лица героиня потеряла много зубов изучая увеличенные фотографии шедевра Барковский обнаружил также шрамы вокруг ее рта она так улыбается именно из-за того что произошло с нею считает эксперт выражение ее лица типично это для людей потерявших передние зубы почему свобода обнажена по мнению искусствоведа Этиена Жюли Делакруа писал лицу женщины со знаменитой парижской революционерки прачки Анны Шарлотты которая вышла на баррикады после гибели брата от рук королевских солдат и убила девятерых гвардейцев художник изобразил ее с обнаженной грудью по его замыслу это символ бесстрашия и самоотверженности а также торжества демократии ногая грудь показывает что свобода как и простолюдинка не носит корсета майор на фейс-контроле Павел Федотов сватовство майора публика впервые увидевшая картину сватовство майора смеялась от души художник Федотов напомнил ее ироничными деталями понятными зрителям того времени например майор явно не знаком с правилами дворянского этикета он явился без положенных букетов для невесты и ее матери а саму невесту ее родители купцы разрядили вечернее бальное платье хотя на дворе день все светильники в комнате потушены девушка явно впервые примерила декольтированное платье смущена и пытается убежать в свою светелку не квадратный квадрат Казимир Малевич черный супрематический квадрат на самом деле черный квадрат вовсе не черный и совсем не квадратный ни одна из сторон четырехугольника не параллельно ни одной другой его стороне и ни одной из сторон квадратной рамки которой обрамлена картина а темный цвет это результат смешивания различных красок среди которых не было черной считается что это была не небрежность автора а принципиальная позиция стремления создать динамическую подвижную форму специалисты Третьяковской галереи обнаружили авторскую надпись на известной картине Малевича надпись гласит битва негров в темной пещере эта фраза отсылает к названию шутливой картине французского журналиста писателя и художника Альфонсо Але битва негров в темной пещере глубокой ночью представлявшей собой абсолютно черный прямоугольник мелодрама австрийской монны Лизы Густав Климт портрет Адели Блоуэр на одном из самых значительных полотен Климта запечатлена жена австрийского сахарного магната Фердинада Блоуэра вся Вена обсуждала бурный роман Адели знаменитого художника уязвленный муж захотел отомстить любовников но выбрал очень необычный способ он решил заказать Климту портрет Адели и заставить его сделать сотни эскизов пока художника не начнет выворачивать от нее Блоуэр хотел чтобы работа продлилась несколько лет и натурщица могла видеть как угасают чувства Климта он сделал художнику щедрое предложение от которого тот не смог отказаться и все сложилось по сценарию обманутого мужа работа была закончена за четыре года любовники давно остыли друг к другу Адель Блокбауэр так никогда и не узнала что муж был в курсе ее отношений с Климтом картина вернувшая Гогена к жизни поль Гоген откуда мы пришли кто мы куда мы идем самое известное полотно Гогена имеет одну особенность оно читается не слева направо а справа налево как каббалистические тексты которыми интересовался художник именно в этом порядке разворачивается аллегория духовной и физической жизни человека от зарождения души это спящий ребенок в правом нижнем углу до неизбежности смертного часа птица с ящерицей в когтях в левом нижнем углу картина была написана Гогеном на Таити куда художник несколько раз сбегал от цивилизации но в этот раз жизнь на острове не задалась тотальная бедность привела его к депрессии закончил полотно которое должно было стать его духовным завещанием Гоген взял коробочку с мышьяком и отправился в горы чтобы умереть однако он не рассчитал дозу и суицид не удался на утро он качаясь добрел до своей хижины и заснул а когда проснулся то ощутил забытую жажду жизни а в 1898 году его дела пошли в гору и в творчестве начался более светлый период спонтанное озарение Валентин Серов портрет Николая II в тужурке долгое время Серов не мог написать портрет царя когда художник совсем сдался он извинился перед Николаем Николай немного расстроился сел за стол вытянув руки перед собой и тут художника осенило вот он образ простой военный в офицерской тужурке с чистыми и грустными глазами этот портрет считается лучшим изображением последнего императора «Опять двойка» Фёдор Решетников Знаменитая картина «Опять двойка» это всего лишь вторая часть художественной трилогии первая часть «Прибыл на каникулы» явно обеспеченная семья зимние каникулы радостный ученик-отличник вторая часть «Опять двойка» небогатая семья с рабочей окраины разгар учебного года понурый обалдуй опять схвативший двойку в левом верхнем углу видна картина «Прибыл на каникулы» третья часть переэкзаменовка сельский дом лето все гуляют один злощадный неуч проваливший годовой экзамен вынужден сидеть в четырех стенах изубрить в левом верхнем углу видна картина «Опять двойка» урок анатомии от Микеланджело Микеланджело сотворение Адама «Пара американских экспертов в области нейроанатомии считают, что Микеланджело на самом деле оставил некоторые анатомические иллюстрации в одной из своих самых известных работ они полагают, что в правой части картины изображен огромный мозг удивительно но можно найти даже сложные его компоненты такие как мозжечок зрительные нервы и гипофиз а броская зеленая лента идеально совпадает с местонахождением позвоночной артерии Тайная вечеря Ван Гога Винсент Ван Гог Винсент Ван Гог ночная терраса кафе Исследователь Джаред Бакстер полагает, что на полотне Ван Гога ночная терраса кафе зашифровано посвящение Тайной вечери Леонардо да Винчи в центре картины стоит официант с длинными волосами и в белой тунике напоминающей одежды Христа а вокруг него ровно двенадцать посетителей кафе также Бакстер обращает внимание на крест расположенный прямо за спиной официанта в белом о чем кричит Мунк Эдвард Мунк крик Мунк так рассказывал появление у него идея одной из самых загадочных картин в мировой живописи я шел по тропинке с двумя друзьями солнце садилось неожиданно небо стало кроваво-красным я приостановился чувствуя изнеможение и оперся о забор я смотрел на крови языки пламени над синевато-черным фердом и городом мои друзья пошли дальше а я стоял дрожа от волнения ощущая бесконечный крик пронзающий природу но что за закат мог так напугать художника есть версия что идея крика родилась у Мунка в 1883 году когда произошло несколько сильнейший извержений вулкана крокотау настолько мощных что они изменили на 1 градус температуру атмосферы земли обильное количество пыли и пепла распространилось по всему земному шару добравшись даже до Норвегии несколько вечеров подряд закаты выглядели так будто бы вот-вот настанет апокалипсис один из них и стал источником вдохновения художника писатель в народе Александр Иванов и явление Христа народу десятки натурщиков позировали Александру Иванову для его главной картины один из них известен не менее самого художника на заднем плане среди путников и римских всадников еще не слышавших проповедь Иоанна Предтечи можно заметить персонажа в коричневом хитоне его Иванов писал с Николая Гоголя писатель тесно общался с художником в Италии в частности по религиозным вопросам и давал ему советы в процессе написания картины Гоголь Гоголь считал что Иванов уже давно умер для всего мира кроме своей работы как недостаток превратился в талант исследователь Маргарет Ливингстон изучила все автопортреты Рембрандта и обнаружила что художник страдал косоглазием на изображениях его глаза смотрят в разные стороны чего не наблюдается на портретах других людей кисти мастера недуг привел к тому что художник лучше мог воспринимать реальность в двух измерениях чем люди с нормальным зрением это явление называется стереослепота неспособность видеть мир в 3D но так как живописцу приходится работать с двухмерным изображением именно этот недостаток Рембрандта мог быть одним из объяснений его феноменального таланта ну вот друзья на сегодня все ставьте лайки дизлайки пишите комментарии мне очень важно ваше мнение и очень интересно а на сегодня все желаю всем мира здоровья благополучия встретимся в следующем видео пока 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 я